russunobrasil.com хочет познакомить вас с вкусным блюдом, которое готовится в Бразилии. Будем делать тапиоку с сыром. Рецепт очень простой. Для приготовления нам потребуется мука тапиоки и сыр. Крахмальную муку замачиваем на 2 часа в воде. Воду солим по вкусу. Затем сливаем воду, которая осталась после осаждения муки. Выкладываем мокрую муку на марлю или тряпку и отжимаем. Даем получившейся массе немного постоять для затвердевания. Ломаем ее на кусочки и размельчаем. Я приспособился делать это обычной овощной теркой. Натираем всю массу через мелкую терку до получения однородной консистенции. В итоге должна получиться влажная гранулированная крупа. Далее все просто. Разогреваем сковороду, лучше с тефлоновым покрытием. Масла не кладем. На дно насыпаем влажную тапиоку слоем, закрывающим все дно сковороды. Как только наша мука попадает на сковороду, она плавится. Крупинки быстро слипаются, между собой образуя блин. После того, как блин образовался, а это несколько секунд, переворачиваем его любым удобным способом. Замечу, если слой вы насыпали слишком тонкий, блин может сломаться или в нем будут дырки. Не доводите блин тапиоки до коричневого цвета, будет невкусно. Когда блин перевернули, насыпаем тертый сыр на одну из его половин. Складываем блин пополам и печем сначала с одной стороны, а потом перевернув с другой. Сыр должен внутри расплавиться и слепить две половины. В итоге должно получиться примерно вот так. Так как мы готовим первый раз, красоты не получилось, но получилось очень вкусно. Рекомендую есть ее, пока не оспил. Тапиоку таким способом готовили в Бразилии индейцы, еще до прихода португальцев на материк. Это блюдо много столетий спасало население страны от голода. Это очень вкусное и сытное блюдо. Едят такие блины, обычно на завтрак запивая кофе с молоком. На улицах Бразилии можно встретить часто передвижные киоски, которые готовят ее с различными наполнителями для проголодавшихся прохожих. Можно попросить сделать тапиоку с вяленым мясом, с джемом гоябе, со сгущенным молоком, с кокосом. Рецепт подготовил для вас сайт russonobrasil.com. Приятного вам аппетита!